Субботнее утро — вещь интересная с нескольких сторон. Во-первых, для многих это выходной день после долгой рабочей недели. Во-вторых, для многих это ароматный и вкусный кофе, который неплохо так бодрит. А в-третьих, для любителей космоса, это время выхода дайджеста Альфа Центавра подборки главных космических новостей недели. Приступим. Австралийское космическое агентство будет сотрудничать с японским агентством аэрокосмических исследований в рамках миссии «Хаябуса-2». Представители агентств подписали соответствующее соглашение 14 июля. Напомним, что миссия «Хаябуса-2» подразумевает возвращение капсулы с образцами грунта астероида Рюгу на Землю. Планируется, что эта капсула приземлиться на территорию полигона Вумера в штате Южная Австралия 6 декабря 2020 года. Полигон этот примечателен тем, что в 2010 году там приземлилась похожая капсула с образцами грунта другого астероида «Итакава», который был исследован в рамках миссии «Хаябуса-1». На данный момент оба агентства ведут активную работу над составлением плана поисков капсулы и занимаются вопросами ее будущей транспортировки из Австралии в Японию. Будем держать вас в курсе событий. Аппараты китайской миссии «Тяньвэнь-1» прибыли на территорию космодрома Венчан. В настоящий момент они находятся на этапе предстартовой подготовки, об этом сообщила Китайская академия космических наук. Орбитальный аппарат, посадочный модуль и марсоход будут отправлены к Красной планете при помощи ракеты-носителя Чанчжэн-5. Предварительная дата запуска намечена на 23 июля, а саму ракету уже даже выкатили на стартовый стол. Добьем тему Китая лунной новостью. Луноход Юйту-2 и посадочная платформа Чаньэ вышли из очередной спячки во время лунной ночи, которая продлилась 14 суток. Вся аппаратура работает в штатном режиме, исследования уже продолжаются, а на сегодняшний день на обратной стороне Луны китайские космические аппараты экспедиции Чаньэ-4 работают уже 560 земных суток. Луноход Юйту-2 преодолел 463 метра на поверхности обратной стороны Луны и не спеша продолжит движение на северо-запад. На сайте вы найдёте написанную Олегом Трифоновым чуть более подробную новость. Научный руководитель миссии Спектр-РГ академик Рашид Сюняев и член-корреспондент Российской академии наук Марат Гельфанов обнаружили, что один из двух телескопов обсерватории, Эросита, зарегистрировал рентгеновское излучение у порядка 60 звёзд с известными экзопланетами. Изначально у учёных возник резонный вопрос, как обстоят дела с радиацией в потенциально жизнепригодных мирах. Для получения ответа на этот вопрос они проанализировали каталог звёзд с сильным рентгеновским излучением и список звёзд вокруг которых вращаются пригодные для жизни планеты. Результат их сравнения несколько удивил исследователей. Телескоп Эросита не обнаружил рентгеновского излучения ни от одной из звёзд, около которых были найдены жизнепригодные планеты. Пределы рентгеновской светимости исследованных светил варьируются довольно широко. Для нескольких самых близких звёзд пределы оказались ниже минимальной рентгеновской светимости нашего Солнца. Обсерватория Спектр-РГ продолжает сканировать небо в рентгеновском диапазоне. Через три с половиной года чувствительность карты возрастёт где-то в пять раз. И теперь в список рентгеновских объектов, особо интересующих астрофизиков, попадут планетарные системы с пригодными для жизни экзопланетами. Обсерватория NASA Solar Orbiter сделала одно из главных открытий, которые касаются нашей звезды. Дело в том, что за долгие годы исследований мы так и не смогли выяснить, какие механизмы нагревают солнечную корону до экстремальных температур, пока поверхность звезды остаётся относительно прохладной. Наблюдение Солнца при помощи мощных ультрафиолетовых датчиков с беспрецедентным разрешением позволили обнаружить на поверхности огромное количество до сих пор недоступных для наблюдения очагов нагрева или костров. Судя по всему, именно вот эти крохотные пятнышки и являются теми нагревающими корону частями светила, которые ранее не были нам доступны. Думаю, на неделе мы выпустим небольшой ролик, где подробнее объясним эти явления. Друзья, мы запустили на сайте Donation Wall, или Стену Донатов. Отныне на ней отображаются все наши постоянные спонсоры с YouTube и Patreon. В каждом выпуске я напоминаю, что именно благодаря поддержке этих людей мы имеем возможность заниматься Альфа Центаврой. Делать видео, писать статьи, поддерживать работу сервисов, вести аккаунты в социальных сетях и выдавать небольшие эксклюзивы. Всё это за аналог чашки кофе в долларовом эквиваленте в месяц. Ну или чуть больше, если есть возможность. В общем, если хотите и можете нас поддержать, добро пожаловать в закреплённый комментарий, там будут необходимые ссылки. А если не можете, не страшно, мы всё равно вам благодарны. Обычно где-то в этот момент у нас идёт блок новостей от SpaceX, но сегодня его не будет. Причина весьма банальна. Связанных со SpaceX новостей за неделю попросту не было. Ну, помимо переноса миссии Enesis 2 из-за дополнительных проверок второй ступени. А ещё на мыс Канаверал прибыла первая ступень Falcon 9, которая поучаствует в запуске полноценной коммерческой миссии Crew Dragon к МКС. Это, в принципе, и всё. Так что идём дальше. Как вы помните, японское агентство аэрокосмических исследований и NASA подписали соглашение о взаимопонимании. Теперь появились кое-какие детали. Его суть состоит в расширении совместной деятельности. Помимо МКС, агентства будут вместе работать над созданием окололунной станции и исследованиями на поверхности Луны — как с помощью роботизированных, так и пилотируемых миссий. Йошиказу Шоджи, директор по международным отношениям Департамента исследований в JAXA, сказал, что японская сторона заинтересована в создании батарей и баков для окололунной станции, а также в доставке грузов с помощью корабля HTV-X. А ещё два агентства займутся разработкой лунохода, в котором двое человек смогут жить до 14 земных суток. Причём руководящая роль здесь отводится именно JAXA. Несмотря на то, что аналогичный луноход был разработан NASA в рамках отменённой программы созвездия, сотрудничество с японским агентством частично разгрузит американский бюджет, а также позволит поучаствовать в проекте японским автомобилестроителям, которые проявляют высокую в этом заинтересованность. Дата высадки лунохода на поверхность нашего спутника, конечно, пока не названа, а NASA продолжит работу над открытой моделью ровера наподобие той, что использовалась в программе Аполлон. Это соглашение, как и подобное с другими космическими агентствами, помимо денежного вопроса, может помочь программе Артемида пережить выборы президента США, даже если новый президент не будет хорошо относиться к решениям, принятым нынешним. Видите этот скриншот статистики на экране? Знаете, что это значит? Что около 60% тех, кто смотрит наши дайджесты, смотрит вот прямо сейчас, не подписаны на канал. И очень зря, между прочим. Вам что, официальное приглашение требуется? Ну так вот, официально приглашаю вас подписаться на канал. Всё, я свою часть сделки выполнил, теперь дело за вами. К следующей новости. Американская компания AstroSpace снова готовится к своему первому орбитальному запуску. Прошлая попытка отправиться на орбиту у них не удалась, в марте они потеряли ракету во время предстартовой подготовки. По словам исполнительного директора компании, авария случилась во время слива горючего после успешных испытаний. Теперь AstroSpace готовится к запуску с улучшенной конфигурацией ракеты. Она называется очень просто – AstroRocket 3.1. Она уже прошла серию огневых испытаний и теперь отправляется на стартовую площадку AstroSpace на Аляске. Точную дату запуска пообещали объявить на следующей неделе, но мы уже подсмотрели её в оповещениях береговой охраны США. Судя по уведомлению о закрытой для мореплавателей зоне, пусковое окно может открываться поздно вечером 30 июля. Геофизики Германского центра авиации и космонавтики совместно с исследователями из Университета Мюнстера использовали новую численную модель для более точного определения возраста Луны. О результатах своей работы они сообщили в журнале Science Advances. Большинство учёных сходятся во мнении о том, как образовалась Луна. Массивное тело размером с Марс столкнулось с протоземлёй, и выброшенный в результате этого столкновения материал пошёл на формирование Земли и Луны. Но когда дело касается возраста спутника, сразу же возникают вопросы. Ни один из кусков лунной породы, доставленных в ходе космических программ Аполлон и Луна, не мог дать ответ о том, насколько старой является наша соседка. Известно, что в самом начале своей жизни Луна была покрыта глубоким океаном магмы. Учёные решили использовать компьютерное моделирование, чтобы рассчитать, насколько долго эта магма затвердевала. Получился результат в 200 миллионов лет. Выходит, что процесс шёл почти в шесть раз дольше, чем исследователи предполагали ранее. Учёные решили на этом не останавливаться и попробовали рассчитать возраст Луны. Они сделали это путём анализа изменения химического состава магмы во время её затвердевания, таким образом просчитав эволюцию океана до момента его образования. Результаты сделали Луну на 85 миллионов лет моложе. Теперь возраст нашего спутника оценивается в 4 миллиарда 425 миллионов лет. С погрешностью в 25 миллионов лет. И вот что действительно примечательно, этот возраст очень хорошо согласуется с возрастом образования ядра нашей собственной планеты. Вот на прошлой неделе у нас в дайджесте была новость о гравитационном поле Земли и о том, что спутники Starlink якобы могут компенсировать колебания этого поля, которые возникают при старте ракет-носителей с поверхности планеты. Хочу сказать спасибо всем, кто усомнился в правдивости этого исследования и решил перейти по ссылке на страницу источника информации. Там мы сообщили, что это небольшая шутка, построенная на результатах конкурса в нашем телеграм-чате. Участникам предлагалось придумать наиболее правдоподобную конспирологическую теорию, ну а мы разместили её на полном серьёзе в своём выпуске. Если вам вдруг шутка показалась неуместной, я прошу прощения, мы хотели оценить количество людей, которые переходят по ссылкам на источники, а это лучший способ сделать такую оценку. Их оказалось около одного процента от посмотревших дайджест. Примем это к сведению. Ну а на наш телеграм-канал подписывайтесь обязательно и на чат тоже. Там периодически проходят такие вот тематические конкурсы. Ссылки вы знаете где искать. Появились результаты конкурса НАСА по созданию механических роверов, способных работать в экстремальных условиях там, где электроника не способна полноценно функционировать. Например, такой ровер можно было бы отправить на поверхность Меркурия, где температура может достигать 430 градусов по Цельсию, высадить на Европу или ИО, где высокий уровень радиации затрудняет использование традиционной электроники. Или же, на что в проекте делается основной упор, использовать для изучения Венеры, где адские условия в виде огромных температур, достигающих 480 градусов Цельсия и гигантского давления в 93 атмосферы, превращающего нижние слои атмосферы буквально в полужидкий океан углекислого газа, не позволяют электронике проработать дольше, чем пару часов. Поэтому двигательной установкой такого аппарата должен управлять аналоговый компьютер. Победителем конкурса, получившим за свои труды 15 тысяч долларов, является концепт Venus Fillers, созданный Юсефом Гали из Египта. Ровер работает на кинетической энергии ветра, запасаемой в пружинах. Передняя секция, состоящая из рядов треугольных колёсных стоек, ощупывает дорогу перед собой. В случае небольших препятствий, вроде мелких камней и ям, колёсики просто перекатываются через него, и ровер продолжит движение. Но если препятствие большое, будь то глубокая яма, крупный камень или крутой склон, изменение положения колёсиков фиксируется механической системой, и венероход останавливается. Много времени посвящать этой новости не буду, в заметке на нашем сайте описаны остальные призёры конкурса. Отмечу лишь, что о практической реализации проектов говорить пока очень и очень рано. Исследования Венеры начнутся, если они начнутся, не ранее 2030-х годов. Комитет Палаты представителей США по ассигнованиям выделил дополнительные 2,6 миллиарда долларов, которые требуются на проект ракеты СЛС. А также призывает НАСА определить процедуры, чтобы можно было продавать запуски на этой сверхтяжёлой ракете частным клиентам через интегратора, который будет назначен позже. Ещё просит найти НАСА независимого рецензента проекта, который помимо всего прочего определит, как можно снизить цену запуска на СЛС. Мы со своей стороны, конечно же, желаем удачи им в этих начинаниях. Есть только одно дополнение, точнее предположение, из-за пандемии работа комитета затянулась, и они с этим заявлением опоздали к 1 апреля. Тем временем скоро состоится первое огневое испытание ракеты СЛС. Возможно, в октябре. Сам же первый запуск уезжает на конец 2021 года, а вторая миссия вряд ли состоится до конца 2023-го. Из того, что можно почитать на нашем сайте. Хороший материал Стивена Лернера с многозначительным заголовком «Очередные будущие достижения Роскосмоса». Великолепный текст Владимира Икс. Марсианский транспорт. Облик и концепции. Настоящий обзор марсианских тачек. Полная статья нашего редактора Марка Романова о миссии Эмирейтс Марс, той, которая пока не успела улететь, но вот-вот отправится к Красной планете. Кижи Фокс написал о концепте венерианского механического аппарата. Мы сегодня упоминали эту тему, но я на всякий случай напомню ещё раз. Игорь Егоров предложил действенные способы эту самую Венеру исследовать на её поверхности. Ну, а Игорь Калиш перевёл хороший текст о том, как многоразовые ракеты SpaceX заставляют Европу задуматься об изменениях собственных носителей. В четверг, 16 июля, астронавты NASA в очередной раз вышли в открытый космос, чтобы продолжить работы по обновлению системы энергоснабжения станции. Напомним, что это масштабный план по замене 48 никель-водородных аккумуляторных батарей, которые уже отслужили своё, на более новые и эффективные 24-литий-ионные батареи. Астронавты Крис Кэссиди и Боб Бенкен провели снаружи станции шесть часов. Они сняли шесть старых батарей, установили три новые и подключили две из них. Попутно Кэссиди и Бенкен успели выполнить второстепенные, но тоже важные задачи. Например, установили снаружи МКС новую камеру высокого разрешения. Наконец-то. Астронавтам осталось совершить ещё один такой выход во вторник, и замена устаревших батарей, начатая в 2017 году, будет завершена. Мы надеялись, что на этой неделе начнётся нашествие на Марс. Но запуск японской ракеты с арабским марсианским зондом несколько раз перенесли из-за плохой погоды на космодроме Танагасима. Там сейчас сильные дожди. Один запуск всё-таки на этой неделе состоялся. 15 июля со среднеатлантического регионального космодрома на острове Уолопс в США стартовала ракета Минотавр-4. Этот твердотопливный носитель на базе межконтинентальной баллистической ракеты Peacekeeper выведены из эксплуатации. Запуск был успешным, на орбиту была выведена полезная нагрузка для Национального управления разведки США. Подробностей про миссию, как вы понимаете, нет, известно только, что на орбиту были выведены четыре аппарата. О предстоящих миссиях сейчас говорить не будем, просто напомним, что у нас на сайте есть актуальное расписание, которое постоянно обновляется. Заглядывайте туда, там есть и ссылки на наши трансляции, если такие предвидятся. А в целом это, пожалуй, и всё. Держите свои светлые головы в прохладе, помните, что социализм никогда и нигде не работает, и до встречи в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok